Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Есть у каждого народа события, даты, которые он не забывает, но самый великий только один. Это 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне. Главное, потому что объединяет людей разных поколений. Во Дворце ветеранов городского округа Самара ежегодно проводится целый цикл мероприятий, как в самом Дворце, так и совместные мероприятия со школами, домами культуры, другими учреждениями. Пенсионеры ветерана города Самары имеют уникальную возможность участия во всех мероприятиях, просветительских акциях, творческих вечерах с известными людьми, выставках, торжественных мероприятиях, концертах и праздниках. Подробнее об этом я беседую сегодня с Ольгой Николаевной Барановой, директором Муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара, Дворец ветеранов. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте, Елена. Да, ну что же, поговорим. Целый цикл мероприятий прошел и продолжает идти. Но прежде чем вы расскажете о них, я, наверное, задам вам такой вопрос, немножечко личный, да, вот что для вас День Победы? Действительно, для меня День Победы – это очень личная тема, связанная, конечно, прежде всего с моей семьей. В годы Великой Отечественной войны мои родные и близкие также были задеты войной, как и практически любая семья в Советском Союзе. Один мой дед в силу возраста не мог пойти на фронт, его призвали в трудармию, он трудился на заводе. Другой дед воевал, дяди мои воевали. Мои родители, им было на начало войны по 11 лет, и папа в этом возрасте уже встал за мужчину, встал за саху, стал пахать. Мама работала на лесозаготовках. И я, общаясь, конечно, прежде всего со своими родственниками, поняла, что война – это украденное детство, это смерть, это холод, это голод. Это вообще самое страшное время в жизни многих миллионов людей. И забывать об этом ни в коем случае нельзя, с тем, чтобы это вновь не повторилось. И, конечно, я помню 9 мая, праздник Победы, который мы отмечали всей семьей, всей нашей большой семьей. И я воспитана в огромном уважении к ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Их тогда было много, но они не любили говорить про войну, они не любили вспоминать. Но вот в День Победы многие из них плакали. Поэтому это для меня особая тема, которая не теряет ни интерес, ни свою актуальность. С каждым годом, наоборот, возрастает ее актуальность. Поэтому особое внимание, конечно, в календарном плане работы Дворца уделяется мероприятиям, которым мы посвящаем Дню Победы. Наш проект так и называется – «Навстречу Великой Победе». Ну и давайте поговорим об этих проектах поподробнее. Давайте начнем с того, наверное, как Самарский Дворец Ветеранов готовился к этим мероприятиям. То есть действительно была проведена большая предварительная работа, потому что мероприятий, я посмотрела ваш план, действительно огромное количество. Это действительно так. И вот среди запланированных только к Дню Победы 29 мероприятий. Причем самого разного уровня, на разных концертных площадках, на разных творческих площадках, с нашими партнерами, друзьями. Готовиться к Дню Победы мы начинаем в январе. Когда готовится план работы, когда готовится положение в фестивалях и конкурсах, когда планируются те или иные мероприятия. И, собственно, вот уже в январе начинаются отборочные туры фестиваля конкурса «Творчество ветеранов и членов их семей никто не забыт». Это наш фестиваль, в этом году мы его провели в 12-й раз, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И галоконцерт состоялся уже в ДК «Заря» 25 апреля. Огромный праздник, когда на сцене были самодеятельные артисты разных возрастов. Самому младшему участнику 3 года, самому взрослому 92. Это особое единение, это особая атмосфера праздника, особая атмосфера радости, взаимодействия, взаимопонимания. И зал, естественно, полный, песни времен Великой Отечественной войны. Те самые песни, которые поднимали на бой, которые поднимали дух советского солдата, которые не позволяли унывать, которые не позволяли расслабиться или как-то себя распустить, а наоборот мобилизовали всех на победу. Это выставки, художественные выставки. Конечно, в приоритете творческие коллективы Дворца ветеранов. То есть это работа ветеранов прежде всего. Но ни одно из наших мероприятий не проходит без участия детей. Потому что вот та самая незримая связь поколений, она не должна прерываться. И дети должны видеть пожилых людей, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, видеть их глаза, видеть их отношение к происходящему, разговаривать с ними. И как раз вот практически все наши мероприятия позволяют осуществить именно вот это, это взаимодействие. Кроме фестивалей, кроме выставок, это концерты многочисленные. Они в этом году у нас проходили под девизом «Сквозь года звенит победа». Чем дальше уходит событие Великой Отечественной войны, тем ценнее победа. Для разных категорий людей, для общественных организаций, ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, для городского общества инвалидов, для тружеников тыла, для жителей нашего города. Ищем новые формы, которые могут объединять людей разных поколений. Это бал победы, это наши патриотические акции, такие как Георгиевская ленточка. В этом году совместно с учащимися образовательных учреждений, с клубом «Феникс» было роздано свыше 1100 георгиевских ленточек, как символ победы, как символ нерушимости нашей победы. И на все наши мероприятия все участники имели этот символ на груди. Это тоже очень трогательно. Кроме того, бал, я сказала, это турнир, например, шахматный турнир. То есть практически уже много мероприятий мы провели, вот из 29 до 25 уже прошло. Сегодня, 11 мая, у нас два мероприятия во дворце. В 12 часов прошел праздничный концерт для ветеранов советского района, для актива ветеранского движения. А в 4 часа мы приглашаем всех желающих на патриотическую акцию «Победная весна», когда на площадке перед дворцом ветеранов соберутся ветеранские хореографические коллективы. И вновь будут звучать песни победы, и вновь будут патриотические песни звучать, и танец объединит всех присутствующих. Поэтому будет желание танцевать, будет желание просто посмотреть. И, конечно, создать такое праздничное, победное настроение. — Ольга Николаевна, а какие вот из вышеперечисленных мероприятий, ну и вообще за годы проведения, наверное, самые востребованные, самые любимые самарцам? Потому что вы же ведь наверняка смотрите, да, и отслеживаете, где больше присутствовало, да просто жителей, не только ветеранов, на каких ваших праздниках. — Вы знаете, Елена, действительно, вот каждое мероприятие, оно особенное, с особенной атмосферой. И, казалось бы, тема одна, повод один. Но вот за эти годы работы дворца, благодаря нашим творческим партнерам, мы имеем возможность приглашать на наши концерты самых разных людей, артистов самодеятельных, профессиональных. И каждое мероприятие, вот благодаря чему оно наполняется, вот действительно, особой неповторимостью. Тема одна, сквозь года звенит победа. Собственно, смысл понятен. Но вот сегодня клуб «Ретро», то есть это песни войны и детский хореографический коллектив «Акварели». Дети, ветераны на сцене. И я видела глаза людей, вот активистов наших ветеранского движения, которые выходили и благодарили. Я спрашиваю, ну вот чем сегодня вам особенно понравилось это мероприятие? Вы знаете, мне сегодня вот сказали следующее. Мы имеем возможность ходить в филармонию, мы имеем возможность ходить в театр оперы и балета. Это замечательно. Но у вас особая атмосфера какого-то вот душевности, какой-то особого патриотизма, какой-то особой теплоты. И действительно, это наша кредо. И я им говорю, вы знаете, вот каждое мероприятие, оно как экзамен. Потому что в зал к нам приходят на наше мероприятие особенные люди, уважаемые люди, которые мало того, что имеют огромный жизненный опыт за своими плечами, которые действительно являются носителями истории. И вот для любого из них наше мероприятие должно быть душевным, должно быть теплым, должно вызывать отклик. Поэтому сложно сказать, какой вот из этих мероприятий, из тех, что мы проводим, особенно отзывается. Оно каждый находит своего зрителя. И афиша наших мероприятий такова, что практически любой формат для любого интереса мы можем предложить. Опять же, объединяющей основой – это победа. Сквозь года звенит победа. Поэтому приходите к нам. Можно себя лично убедиться. Да, лично убедиться, и вы найдете себя в наших мероприятиях, да, и получите незабываемое впечатление. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, а поздравляете ли вы ветеран Великой Отечественной войны лично в День Победы? Сколько осталось ветеранов? Ведь 78-я годовщина, подумает только, да. Вот здесь какое у вас... Это очень грустная тема. И я понимаю, что совсем скоро приблизится то время, когда наша страна проснется без своего последнего солдата Великой Отечественной. Еще совсем недавно ушел наш друг, необыкновенный человек Сергей Сергеевич Алехин, участник Сталинградской битвы. Человек необыкновенный, и мы с ним договаривались, поздравляя друг друга с Новым годом, что мы обязательно 9 мая увидимся. Мы обязательно поздравим Сергея Сергеевича с праздником, но не дожил. Есть участники войны, которые, слава богу, сейчас живы. В нашем советском районе это Николай Яковлевич Сендюряев, особенный человек, который... В прошлом году мы провели такую акцию, когда от поколения победителей, ныне живущим потомкам, было передано копия знамени Победы на бессрочное постоянное хранение во дворец ветеранов. То есть Николай Яковлевич Сендюряев держал копию знамени Победы, когда-то в 45-м году, водруженную над Рейхстагом, как символ, связующий символ той Победы и нынешней, которую мы сейчас все ждем с нетерпением. Поэтому Николая Яковлевича поздравила по телефону, он не смог быть сегодня на мероприятии, пожелала здоровья, благополучия, чтобы нам встретиться, чтобы нам как можно дольше хранить действительно эту связь незримую с поколением победителей. Очень мало остается тем ценнее каждая встреча с ними и каждая возможность хотя бы по телефону поздравить и пожелать здоровья, благополучия и долгих лет. Очень хочется перейти к мероприятию, которое вы проводите также ежегодно и оно стало традиционным. Я имею в виду Бал Победы как раз с участием коллективов танцевальных ветеранов образовательных учреждений городского округа Самара. Давайте посмотрим сюжет, как прошел бал в этом году и продолжим наш разговор. Школьники и студенты, пенсионеры и ветераны закружились в танцы, как советские люди в мае 45-го года, когда они отмечали победу в Великой Отечественной войне. Вальс, фокстрот, подыграс. Репертуар Бала Победы полностью соответствует той эпохе. Мы проводим акцию, которая называется Бал Победы. Это наше приношение, наша благодарность поколению победителей, тем людям, которые 78 лет назад принесли нашу страну и всему миру победу. Бал Победы во Дворце ветеранов проводят с 2011 года. Инициаторами стали ученики 34-й школы, где есть клуб исторического танца. Это непосредственно общение школьников, ветеранов, родителей, создает ощущение о том, что этот праздник становится таким, каким он и должен быть. Помимо общественно-государственного значимого праздника, это прежде всего праздник семьи. Перед торжественной акцией участники праздника возложили цветы к вечному огню в Парке Победы. День Победы для ветеранов, наверное, это самый светлый день вообще в жизни любого из нас. Почему? Потому что так или иначе наша жизнь была связана с той Победой. Да, она была тяжелой, да, она была кровопролитной, да, она досталась дорогой ценой. Но мы через отцов, дедов наших знаем хорошо эту историю. Праздник не ограничивался пределами танцплощадки. Перед дворцом работало несколько зон, где гости могли увидеть санчасть, оружие и геодезические приборы 40-х годов прошлого века, а также написать письмо солдатам, которые прибыли в Самару на лечение. Прокомментируйте, Ольга Николаевна, ваши впечатления от бала в году этому. Вы знаете, действительно, традиционный бал Победы проводим ежегодно. Но вот каждое такое событие, оно чем-то особенным запоминается и отличается. В этом году особенностью бала Победы была работа тематических площадок. И мы видели, каким интересом у жителей нашего города именно они вызвали интерес. Потому что это была площадка Санбата, это была площадка песни Великой Отечественной войны, площадка с оружием времен Великой Отечественной войны. И все, каждый желающий мог собрать, разобрать, сфотографироваться с тем оружием, которое воевало в годы Великой Отечественной войны. Это были две тематические площадки, письмо солдату и открытка солдату. И каждый мог в этот день поздравить всех с Днем Победы и написать письма солдатам, защитникам Отечества уже нынешнего времени. Потому что вот эти уже и открытки, и письма 13 мая мы собираемся в Рощинске с концертной бригадой поздравлять ребят, которые проходят там лечение после ранения в зоне СВО с Днем Великой Победы. И вот те письма, которые были написаны на Бале Победы, мы их вручим адресатам. Очень теплые слова, очень душевные пожелания скорейшего выздоровления, возвращения в строй мира, победы, чтобы наша страна вновь жила в мире и спокойствии. Одна из тематических площадок была связана с прикладным творчеством. То есть все желающие имели возможность расписать значки памятные с георгиевскими ленточками. То есть это было здорово и интересно. И, конечно, опять возможность на одной площадке представителям разных поколений сказать спасибо поколению победителей в танце, в песне, выразить свою благодарность тем людям, которые добыли эту победу ценой собственной жизни много лет назад. И, конечно, возможность прежде всего пообщаться. На мой взгляд, праздник удался. Тем более, что в рамках мероприятия было и возложение цветов к вечному огню в знаковом месте, в парке Победы. То есть мы отдали дань памяти тем, кто отдал жизни и не дожил до сегодняшнего дня. То есть все очень символично, очень трогательно. И всегда, вот после каждого мероприятия, я стараюсь общаться. Общаться с детьми, общаться с ветеранами. И также не было ни одного равнодушного, кто бы сказал, вот нас тут пригласили, непонятно зачем. Затронутые сердца, особый смысл в глазах. И действительно вот такое единение. Вот это единение вот сейчас в наше неспокойное время. Ольга Николаевна, вы заговорили о выездных мероприятиях. Давайте поподробнее о них расскажите, пожалуйста. Вот важность именно их проведения. Давайте осветим. Действительно, выездных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, также было достаточно много. Дело в том, что вот Дворец ветеранов на сегодняшний день мы очень гордимся нашими передовыми творческими коллективами, ветеранскими, хоровыми коллективами, вокальными, танцевальными, нашими художниками, нашими театралами. То есть, по сути, вот к Дню Великой Победы были подготовлены несколько тематических программ, посвященных Дню Победы. И, конечно, мы понимали, что не все могут приехать к нам во Дворец. Это для кого-то обременительно в силу большого расстояния, уже и состояние здоровья. Поэтому каждый раз мы делаем упор на том, чтобы наши концертные бригады выступали на разных площадках нашего города, области, чтобы максимальное количество людей мы имели возможность поздравить с 9 мая. Поэтому были творческие выступления нашего хора ветеранов, народного коллектива, ветеранов войны труда, которым по сей день руководит Владимир Михайлович Ощепков, знаменитый наш харместер, почетный гражданин Самарской области, профессор. И они вот со своей программой практически проехали всю область, выступая на разных площадках, в селах, в городах малых. Наши творческие коллективы «Хорошее настроение», «Дольче», хореографические коллективы выступали в библиотеках, в домах культуры, во дворах, с тем, чтобы действительно непререкаемое значение этого праздника не утрачивало ни смысла, ни содержания. И мы понимали, что День Победы – это время, которое соединяет прошлое, настоящее и будущее. И что именно за наше будущее сейчас парни воюют в СВО. И если мы войну забудем, общеизвестная крылатая фраза «вновь придет война», поэтому сделать максимально возможное для объединения, для какого-то особого патриотизма, духа, состояния души и понимания того, что сегодня нельзя остаться в стороне. И только пока мы едины, мы непобедимы. Ну и хочется поговорить еще об одном таком важном проекте под названием «Скрепы добра». Расскажите, почему вы занимаетесь его реализацией? Ну вот если изначально, что такое скрепа? В древнерусском словаре, в толковом словаре, есть одно из толкований этого слова, как объединение. Скрепление, соединение. То есть вот как раз то, о чем мы говорим с вами. И было понимание того и желания сделать сейчас, вот мы, живя глубоко, далеко от событий, которые проходят в СВО, помочь ребятам. Родился этот проект. Мы понимали, оценивали, что чем мы сильны. Мы сильны своими творческими коллективами. За нами много отзывчивых людей, которые готовы участвовать в сборе гуманитарной помощи. У нас есть необыкновенные друзья-партнеры, которые готовы откликнуться на наши предложения, на наши просьбы и сделать вот эту помощь максимально, максимально такой реальной и максимально широкой. Поэтому «Скрепы добра» — это несколько направлений. Это наше шефство над военным госпиталем в Рощинском и наши поездки с концертами в санаторий «Волга», где проходят ребята реабилитацию после ранений. Это сбор гуманитарной помощи. Это работа наших студий декоративно-прикладного творчества и всех неравнодушных, которые вязали теплые носки, которые сейчас, например, вот есть потребность, мы узнали, вяжут мочалки. Это тепло рук, это особые вот такие вещи, которые действительно наполнены сердечным теплом прежде всего. Это сладкие подарки, это какие-то предметы быта и личной гигиены, которые сегодня нужны там ребятам и тем, которые проходят реабилитацию и лечатся. Вот разные направления. Те же самые наши письмо солдату, открытка солдату. Это то, с чем мы ездим туда и максимально говорим о том, что, ребята, мы с вами. Мы с вами и мы здесь делаем все возможное, чтобы облегчить вам, что ли, жизнь, как-то помочь, вот то, чем мы можем. Ольга Николаевна, ну что же, отгремело 9 мая. Мероприятия, как мы сказали, уже скоро тоже подойдут к своему логичному завершению, посвященному победе Великой Отечественной войне. А над чем будете работать дальше? Планов. Планов очень много. Ну вот в рамках празднования у нас еще 4 мероприятия. Это фестиваль русского песенного творчества «Самарская вишня». Мы приглашаем всех желающих 17 мая в 14 часов в Дом культуры «Заря» на галоконцерт лауреатов. И также этот фестиваль посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это наш шахматный турнир, который в этом году мы проводим традиционно уже в 16-й раз. И тоже мы его посвящаем Дню Победы. Это ежедневная работа в рамках проекта «Скрепы добра». Это другие уже события и мероприятия, которых в нашем плане достаточно много. Близится 22 июня. Мы не забываем про то, что 23-й год объявлен нашим президентом годом педагога-наставника. Поэтому целый цикл мероприятий пройдет посвященных этой дате. В частности, 24 мая в 14 часов, 23 мая в 14 часов и шахматный турнир у нас 23-го только в 10, он пройдет во Дворце ветеранов. А 23 мая в 14 часов в Доме культуры «Победа» состоится творческий отчет коллективов Дворца ветеранов, который называется «Сердце учителя». И посвящен он будет году педагога-наставника, когда мы будем чествовать руководителей наших творческих коллективов за их большой, серьезный труд для наших ветеранов. Поэтому практически каждый день мероприятия мы ждем. Мы ждем всех желающих. Следите за нашими объявлениями, за нашими анонсами. Радушны ждем вас. Готовы принять в нашу дружную семью. Приходите, приезжайте, звоните. И до новых встреч. Спасибо вам большое, Ольга Николаевна. И хочется сказать вам в свою очередь спасибо за то, что вы делаете, какие мероприятия проводите для ветеранов и с ветеранами. Спасибо. Успехов вам и всего самого наилучшего. Я желаю нашим телезрителям всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова